Геленджик у нас на проводе. Сейчас очень мало таких людей. Вы думаете, мы говорим про фрукты? Нет, не про фрукты поговорим, а про улыбку. Ведь у нас в студии настоящий косметолог. Да. Наталья Стадухина. Наталья, доброе утро вам. Доброе утро. Да, мы почему к вам обратились? Помогите мне, пожалуйста. Я с детства, с рождения, постоянно улыбаюсь, постоянно. И у меня уже в 12 лет, в 12 лет, были вот эти вот морщины вот здесь от улыбки. Что делать? Как влияет улыбка на это? Безусловно, улыбка, как и любые мимические движения, влияет на появление морщин и складок на лице. И поначалу, безусловно, это динамические морщины, которые от движения возникают. Но когда лицо расслаблено, конечно, кожа становится снова ровной. Но существует эволюция морщины в том числе. И от динамической она превращается в статической. И когда кожа расправляется, морщинка остается на месте, к сожалению. И тогда уже косметологи приходят на помощь. Означает ли это, что бороться, Валерий, с этими морщинами вообще бесполезно? Если он так всегда улыбается, да, то всегда эти морщины у него так и будут. Ну, в принципе, что ему с ним делать, если вот всегда он такой? Да? Если Валерию комфортно, я считаю, что делать ничего не нужно. Но если все-таки необходимо с этим как-то побороться, что-то сделать, то, безусловно, нейропротеины, это группа препаратов, приходят нам на помощь. Нейропротеины расслабляют мимическую активность, уменьшают мимическую активность, точнее, расслабляют мышцу. И мы, улыбаясь, уже не получаем такие явные заломы. Наталья, так получается, рецепт того, чтобы морщины раньше не появились, как у меня, меньше улыбаться? Рецепт, пожалуй, улыбаться как можно искренней и вовремя обратиться к косметологу для того, чтобы скорректировать вот эти мелкие нюансы. А вот вы говорите про нейропротеины. А вот если их использовать, да, то тогда что получается? Во-первых, ты иначе улыбаешься, да? Ну, если не этих морщинок, нет мимических, которые были всегда при улыбке, она ведь по-другому, у Валеры будет выглядеть, эта улыбка. Я тоже про это слышала. И во-вторых, что он будет чувствовать, если у него, например, те складочки, которые образовывались, не образуются, он же ощущает это? То есть по-другому себя человек? Как правило, пациенты ничего не ощущают, улыбаются по-прежнему, также широко, но только на фотографиях они замечают, что в области вокруг глаз складок стало меньше. Это приятно, как минимум. То есть получается, ты улыбаешься, а вот здесь ничего не видно тем самым, да? То есть как бы не видно, что ты улыбаешься, никаких морщиночек вот этих не видно, да? Представляешь, такое чудо, да-да. То есть ты улыбнулся? Вы что, не видите, я улыбаюсь? Да-да-да. Я говорю, а все тут, а все статично здесь стоит, получается? Да, давайте, Наталья, перейдем к другой части Валеры. Например, вот носогубные у него, да, морщины? Ну пусть он будет нашим... А носогубные, это вот это, да? Это вот эти, вот так вот улыбаешься, вот улыбка раздвигается. А что, у меня есть морщины здесь, что ли? Валера, у меня есть. Говорит, что носогубные. Это очень важно для многих женщин. Но мы не можем не улыбаться, и поэтому имеет ли смысл с ними бороться тоже, с носогубными? Опять же, если это морщины динамические, которые в покое расправляются и не оставляют никакого следа, то я считаю, что только следить за качеством кожи, маршный уход, биоревитализация, пилинговую процедуру, это вполне достаточно. Но если складочка углубилась настолько, и морщинка уже появилась, и в спокойном состоянии она уже не расправляется, то нам приходят в этом случае филлеры на помощь. Филлер – это препараты, которые вводятся в подкожные структуры и складочку выталкивают изнутри. А, сразу вопрос. Скажите, что вы скажете тем людям, которые говорят, что на это подсаживаешься, и потом без этого ты уже никак? Ты уже не тот? Ты не тот, Валера, который был? Да, совершенно другой Валера. Я согласна, что, безусловно, психологическая зависимость есть. Потому что, когда мы видим, что складочка разгладилась, нам хочется вернуться к этому вновь и вновь. Но какой-то физической зависимости, к счастью, нет. Скажите, вот у меня есть знакомая, есть у меня, подожди, Валера, знакомая, которая, когда смеется, она говорит, что это мой самый полезный смех. То есть она смеется, и в это время разглаживает морщины. Я видел водителя трамвая такого. Нет, подожди. Не туда. Проехали остановку. В смысле на трамвай и не туда. Подождите, это другой разговор. А если я, например, выбрала к себе такую стратегию, я не смеюсь. Я не смеюсь. Пацаны не танцуют. Да, с Валерой это невозможно. Например, я не смеюсь. Я себе придумала такое и действительно не смеюсь. Как думаете, это позволит мне избежать мимических морщин? Ладно, других там возрастных, но мимических позволит избежать? Более того, я скажу, что косметологи выделяют гиперкинетический тип, когда, как Валерий, улыбается, смеется, радуется жизни, и это видно на лице. А есть гиперкинетический тип, тогда, когда человек не слишком активен лицом, скажем так, и, безусловно, он уже в финале будет выглядеть гораздо моложе, чем человек более активный живой. В финале гораздо лучше будет выглядеть. Здорово. Наталья, пользуются услугами косметолога мужчины сейчас? Насколько это уже актуально? Я думаю, что сейчас, даже посмотрев на лица медийных мужчин, мы поймем, что да, пользуются. Да. Пользуются. И, безусловно, это новый тренд, это то, когда мужчины хотят выглядеть более конкурентоспособными, имея в своем арсенале и ум, опыт, силу, энергию, но лишние морщины могут помешать им на пути к цели. Наталья, я попал к вам, попал к вам в геленджик. Он подползает, он подползает, Наталья, будь осторожна. Последний вопросик. А стоимость? Вот примерно самые стандартные процедуры у косметолога, для мужчины, сколько бы это было? Чтобы он такой был гладенький, как шарик. Я, может быть, сейчас рванул куда-нибудь? Да, да. В геленджик. Тогда как минимум вам что-то потратить. Примерно, в диапазоне, в каком диапазоне? 5 тысяч, там процедура полностью, там, 3 тысячи, 10 тысяч. Я думаю, что от 3 тысяч до бесконечности. Спасибо. Супер. Я возьму минимальный пакет. Самый минимальный пакет. А, Наталья, мы спрашиваем всех телезрителей, всех телезрителей, улыбайтесь прохожим, вот улыбайтесь, либо да, ну, улыбка располагает, либо нет, это ненормально, непонятно как-то. То есть вы идете? Вы знаете, я в последнее время нахожусь много с детьми, поэтому я постоянно в улыбке. Правильно. И тогда мы, Наталья, измеряем вам улыбку, мы сегодня у всех измеряем улыбку, можете немножко улыбнуться? Я измерил. И не шевелитесь, Валера измерит ее. Не двигайтесь, не двигайтесь. Ничего себе! Вот это да! 2 сантиметра через вайбер, нормально, нормально. Хороший результат. Давай масштабируем это все. Наталья, не переживайте, мы все нормально сейчас посчитаем. Масштабируем на 2. У нас на прямой связи была Наталья Стадухина, косметолог и человек, который находится сейчас в Геленджикем. Привет всем! Да, луч зависти вам! До свидания! И хорошего отдыха на самом деле. Спасибо вам большое! Спасибо большое! В общем, с морщинками поборемся! Поборемся!